Давненько я не появлялся на своем канале, многие спрашивают почему, сейчас я попытаюсь объяснить. На самом деле мой канал посвящен инвестициям, созданию источников пассивного дохода, как заработать, как обеспечить свое будущее. И центральным в этом деле было, что значит откладывать часть своих денег на будущее для того, чтобы выжить, если наставить трудные времена. И вот сейчас трудные времена наступили, куда вкладывать. Я принял решение, которое покажется многим, может быть, сумасшествием, кому-то кто-то, может быть, задумается. Итак, что же я решил. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитров Юрий. Ну, смотрите, чем характеризуется текущая ситуация. Идет, в общем, сказать, военные действия, специальная военная операция между Россией и Украиной. И сейчас наблюдается, ну, после объявления частичной мобилизации, наблюдается какой-то бешеный поток людей. Одних в сторону границы, другие, значит, идут на мобилизацию. И очень много всяких публикаций. Кто прежде всего убегает за границу? И за границу, прежде всего, убегают кто? Айтишники, потому что, ну, они лучше всего приспособлены для того, чтобы убежать, для того, чтобы освоиться за границей, либо работать на удаленке. Вот. И правительством было, так сказать, принято, первое, что, значит, было принято, что, значит, айтишников не брать на мобилизацию и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, значит, все это было принято. И сейчас, вот, буквально сегодня я прочитал следующее сообщение в Телеграме, нашел. Еще одно интересное. Айтишникам предложат вернуться или уволиться. В ближайшее время уехавшим айти-специалистам придется сделать выбор, вернуться в Россию или покинуть компании, в которых они работали на родине. Судя по последним заявлениям, крупные частные и государственные айти-компании не видят перспектив в работе удаленных или смешанных команд. Это небезопасно и неэффективно. Ну, вот еще один, значит, как бы фактор. И я задумался вдруг, собственно говоря, кто такие айтишники. Да, и у меня есть многие знакомые, которые уехали, которые говорят, вот тут айтишник, там айтишник. То есть кругом сплошные айтишники, оказывается, а я даже и не знал. Вот, и я начал задуматься, кто же такие эти самые айтишники. И если такая уже, ну, значит, востребованная специальность, наверное, так сказать, ну, то есть они там неплохо зарабатывают и так далее, а почему бы мне не стать айтишником? И вообще, кто такие айтишники? И я задумался, я залез, значит, в интернет и обнаружил, что, ну, я думал, что айтишники – это те, кто пишут коды для программ, для приложений всяких мобильных и так далее. Оказывается, там много-много всего. И вот, в частности, я нашел так называемый скилл-фактори, и там написано, кто такие айтишники. То есть есть направления – Data Science, аналитика данных, программирование, веб-разработка, бэкэнд-разработка, тестирование, разработка приложений, безопасность, инфраструктура, разработка игр, маркетинг, дизайн, менеджмент, онлайн-магистратура, создание сайтов и так далее, и так далее. Популярные курсы, значит, есть Data Scientist, аналитик данных, Full Stack разработчик Python и профессия тестировщик-автоматизатор на Python. Вот такие всякие разные специальности. И я на самом деле вспомнил, что, в общем-то, по образованию, у меня образование прикладная математика, как я говорил уже неоднократно, МИФИ, факультет кибернетика. И на самом деле нас готовили для программистов. То есть мне это близко, мне это очень-очень интересно и, в общем, по специальности. Я зашел в эти, значит, Skill Factory, там есть тест какой-то, что мне больше всего подходит, ну, как и ожидалось, как и, в общем-то сказать, как бы и планировалось. Профессия Data Scientist. И самая востребованная потребность 2021 года и так далее. Ну, и я решил, что, в общем-то сказать, стоит освоить, в общем-то сказать, ну, или возобновить мою специальность Data Scientist. Это то, что никогда, в общем-то, лишним не будет. То есть, смотрите, я решил инвестировать в учебу, в образование, чего и вам желаю. Почему я решил это сделать? Ну, смотрите, айтишники, во-первых, уезжают, и многие из них, ну, скажем, не вернутся. Как я уже прочитал сообщение последним, что и, в общем-то, компании вряд ли будут рады, если айтишники, ну, не будут возвращаться, будут постоянно работать из-за рубежа, потому что это связано и с безопасностью, и со всем прочим. И, конечно же, будет дефицит этих самых айтишников, и я решил, в общем-то сказать, ну, это, во-первых, дефицит, а во-вторых, мне интересно. Я решил, во-первых, освоить эту специальность, потому что, ну, даже если я и уеду вдруг, то тоже, в общем-то, пригодится. Поэтому я записался вот на эти самые курсы. Я вложил у них, недолго думая, аж 100 тысяч рублей это стоит. Вот, можно там в рассрочку, что я сделал там в кредит. Вот, но, тем не менее, кредит мне одобрил Тинькофф, поэтому, собственно говоря, я вложился в это дело. Сейчас я изучаю программирование на языке Python. Мне это достаточно близко, я почитал программу, в общем-то сказать, там курс рассчитан на целый год, но занятия там раз в неделю, по-моему. В общем, я посмотрел, мне все это вот, ну, прямо вот совсем-совсем близко, совсем-совсем знакомо, но дело в том, что я давно уже не программировал, поэтому стоит, в общем-то сказать, как бы освоить эту специальность, и почему бы и нет, и, ну, еще один момент, что вот эти вот айтишники самые по специальности Data Scientist, по крайней мере, у них зарплата в среднем, там, где-то 170 тысяч рублей, но вообще говоря, выше. Почему такая высокая зарплата? Ну, смотрите, кто такие айтишники и вообще для чего они нужны? Айтишники работают, ну, грубо говоря, в крупных, очень крупных компаниях, и компании им очень много платят, потому что айтиотдел – это мозг компании. Ну вот, если нет мозга, то компания не будет работать, поэтому от них зависит все. Ну, могу показать на примере. Предположим, вот, ну, вы все знаете, что раньше были там всякие магазины разные, много-много-много всяких сейчас, в основном, это сетевые магазины. Там пятерочка, какие-нибудь там перекресток и так далее, но все это входит в X5 Retail Group. Почему X5? X, ну, это старое название, 5 – это пятерочка как раз. То есть все-все-все магазины поразорились, их, в общем-то, вытеснила пятерочка. Почему? Да потому что в пятерочке мощнейший айтиотдел. Ну, смотрите, чем занимается, скажем, айтиотдел в пятерочке. Смотрите, любой магазин, он что делает? Он берет товар на реализацию, так сказать, там есть в договоре зафиксированная цена, которую пятерочка заплатит поставщику, вот, и пятерочка делает свою наценку, сеть торговая делает свою наценку. Какая это будет наценка и почему пятерочка вытеснила всех? Ну, смотрите, есть простая, вот, математическая такая или управленческая задача. Надо проанализировать, какую наценку сделать на тот или иной товар, во-первых. Во-вторых, значит, ну, вообще говоря, пятерочка – это что такое? Это коммерческая организация, естественно, X5 Retail Group, которая заинтересована в чем? Максимальная прибыль, естественно. Как получается максимальная прибыль? Максимальная прибыль, получается, это товарооборот умножить на наценку. Вот, а товарооборот в пятерочке, например, 3000 товаров. То есть все эти 3000 товаров надо в базе данных иметь, и в этой базе данных учитывается оборачиваемость, то есть спрос на тот или иной товар, как быстро он разбирается. И таким образом, например, если какой-то товар очень быстро разбирается, то на него наценочку можно сделать минимальную поставить, соответственно, тот, который очень редко покупается, наценочку максимальную, во-первых. Во-вторых, значит, минимизация складских запасов. То есть на складе должно быть ровно столько товара, сколько покупается за один день, чтобы не было излишков, чтобы площади не использовать неэффективно. Поэтому тоже планирование вот этих вот складских запасов, планирование поставок. Опять же, значит, поставки – это логистика, значит, там и каждый магазин, в каждом магазине автоматически совершенно составляется план поставок и так далее, и так далее. Кто все это делает? Естественно, это делают аналитики, аналитики данных. Они анализируют, то есть товар, они смотрят, какой товар, сколько покупается и так далее и тому подобное. Кроме того, значит, смотрите, вот если вы пользуетесь пятерочкой, если вы ходите в пятерочку, иногда, то у вас почти наверняка есть вот такая вот карта пятерочки. Для чего она нужна? Смотрите, для того, чтобы, ну, это скидочная, не скидочная, накопительная карта, там накапливаются бонусы. Для чего они накапливаются, для чего нужна эта карта? Смотрите, но эти бонусы вы можете получить только если активируете эту карту. Если вы активируете эту карту, то, значит, соответственно, вы вводите свое имя, там, какое-то там еще что-то. Вот, то есть вы даете свои данные и, смотрите, когда вы расплачиваетесь, значит, кассир там светит вот сюда вот на эту штрих-код и, соответственно, он фиксирует, что вот эту покупку совершили именно вы. То есть, кроме всего прочего, пятерочка вот за счет вот этих вот карт ведет профиль клиента. И она смотрит, значит, какие клиенты преобладают вот в том или ином магазине по профилю, с каким профилем. Дальше пятерочка может при планировании, например, новых открытий новых магазинов, там, где их нет еще. Значит, они говорят, что вот в этом, как бы в том или ином районе проживают, они смотрят там по переписи населения, там, где-то там еще, по, ну, близости каких-то либо научных центров, либо заводов каких-то, они смотрят так. Профиль средний клиентов будет такой-то, значит, там, товар такой-то. И будет ли там, ну, в этом месте будет ли пятерочка, насколько выгодно будет, понимаете? То есть, это тоже все делается через механизм вот этих вот data scientists и обработки больших данных. И именно поэтому пятерочка, в которой цены, ну, ничуть не выше, чем в других магазинах, даже ниже во многих, она вытеснила другие магазины. За счет чего? За счет вот этого самого IT-отдела. Это мозг компании. Ну, это вот, в частном случае, это пятерочка. Ну, то же самое, значит, IT-отделы существуют во всех банках, потому что они анализируют тоже профиль клиентов. Значит, когда вы пользуетесь карточками, скажем, вот, ну, какие у меня карточки тут. Ну, предположим, карточка. Блин, у меня все иностранные карточки. Так, ну, вот, райфайзенбанк, например, да. Вот, и что делает банк? Банк, конечно же, видит ваши траты, он анализирует структуру ваших трат, вам зарплата приходит на карточку, он видит, какую зарплату вы получаете, какие у вас доходы, и банк может понять, значит, ваш профиль тоже ведет, и он может понять вашу кредитоспособность, и, соответственно, предлагает вам кредиты, одобряет или нет, с какой-то вероятностью. Почему это важно? Потому что банк дает кредиты не всем подряд, а только тем, кто способен эти кредиты вернуть. Правильно? Потому что если не возврат кредита, то это очень-очень плохо. Чтобы уменьшить вероятность невозврата, то, соответственно, аналитики данных работают по полной схеме. И они экономят, ну, как в случае пятерочки, так и в случае банка, они экономят своей материнской, естественно, огромные деньги. Так вот, поэтому, ну, то есть, именно поэтому эти специалисты очень ценны. Вот, и эти специалисты сейчас находятся в некотором дефиците в связи с отъездом многим из них. Вот, ну, и, значит, ну, смешно, конечно, дедушка, там, сказать, мне весной будет уже 60 лет, и вдруг, да, это сантист. А вот теперь вот интересная штука получается. Сейчас многие компании, значит, стараются не врать молодых людей в возрасте, там, до 35 лет. Почему? Потому что они в первую очередь на мобилизацию, и что на них, в общем-то, сказать, рассчитывать. Поэтому, поэтому сейчас возраст старше 35 уже становится не этим самым, не плюсом, а минусом. Вернее, не минусом, а плюсом. То есть, это преимущество дает старший возраст, ну, и, конечно же, образование. Поэтому, да, это сантист, и именно поэтому, ну, я надеюсь, что, в общем-то, не пропаду. Ну, что могу сказать, что вот эта вот специализация, которую я выбрал, Data Scientist, она, конечно же, далеко не для всех. Это очень и очень сложно, прямо скажу. Ну, это для людей, ну, как минимум, там, если вы хотите новую, то есть с нуля начать вот это вот дело. Но если у вас нет навыков, и если вы ничего не знаете, там, высшего образования нет, технического, то вряд ли вы это сможете освоить. Потому что там и статистика, и теория вероятности есть, и там всякие критерии, и так далее, и так далее. Там надо очень-очень много всего знать, то, что, ну, мы проходили, по крайней мере, в институте именно по специальности прикладная математика. Это очень-очень серьезно. Вот. Но, с другой стороны, что я могу вам посоветовать, если вы думаете о том, что же делать и куда идти? Ну, на самом деле, просто подумайте, что ближе всего к вам. Посмотрите, я выбрал то, что ближе всего ко мне, то есть это специальность, которая связана именно с программированием. Все-таки я по специальности, ну, как бы прикладная математика подразумевает, естественно, программирование. Я программировал на многих языках, вот, то есть мне ближе всего вот эта вот техническая специализация с уклоном на программирование, на математику, на всякие теории вероятности. Мне это интересно. Подумайте, что интересно именно вам. и выберите вот это вот дело и начинайте учиться. То есть сейчас, в смутные времена, когда непонятно куда вкладывать, вкладывайте в образование, вот что я хочу сказать. И еще один момент, значит, сейчас надо вертеться очень сильно, даже не столько для того, чтобы выжить чисто физически, но надо, опять же, думать о том, что будет, как мы будем жить с вами в будущем. И в будущем, ну, какие специальности пригодятся. Конечно же, будущее сейчас очень-очень неопределенно, потому что неизвестно, что будет с нашей страной, и неизвестно, что будет с нами вместе со страной, что ожидает страну. Ну, то ли, значит, военная хунта, я предполагаю, в ближайшее время будет совершенно жесткая. Потом череда, такая чехарда смен правительств, значит, там многочисленных, и в конце концов, ну, конечно же, что-то устаканится. И после того, как все устаканится, страна станет, ну, демократичной, вполне себе цивилизованной, не автократичной, не диктатурой, то тогда совершенно точно Россия начнет очень-очень сильно развиваться. Вот я предполагаю так. Когда это произойдет, я не знаю, я думаю, что, ну, не скоро, там, через, там, два, может быть, через год, а может быть, через пять, а может быть, через двадцать, как некоторые заявляют. Но это произойдет точно. И поэтому подумайте, значит, о своем месте в той России, которая будет, и как до этого дожить. Вот. Ну, а если вы не планируете жить в России, то, пожалуйста, есть курсы, там, английского языка, там, испанского языка, там, китайского языка, если вы хотите куда-то свинтить. Но, если вы хотите свинтить в Казахстан, например, то, наверное, надо учить казахский язык. Вот. Как вы найдете курсы казахского языка, я не знаю. Или, там, грузинского языка, если вы хотите, в Грузию. Но чем заниматься в Грузии, честно говоря, я не очень понимаю. В Казахстане вполне себе можно говорить, конечно же, по-русски, но если вы говорите только на русском языке, то я не уверен, что вы сможете там, ну, по крайней мере, очень-очень хорошо адаптироваться, потому что, ну, наверное, лучше все-таки освоить какой-то другой язык. Вот. Ну, а универсальная вещь, конечно же, надо учиться, ну, во-первых, экономике, учиться зарабатывать деньги. И в этом смысле, ну, во-первых, я об этом рассказываю постоянно на своем канале на Ютубе, и после того, как все, ну, как бы в мире устаканится, то вернутся инвестиции сюда, и попрут ценные бумаги, и попрет фондовый рынок. И вот тут надо быть с деньгами, потому что, посмотрите, тридцатые годы прошлого столетия, Америка, Великая депрессия, и казалось, что вообще ничего, никогда уже, вот, вообще, то есть все рухнуло, и был полный депрессняк, вот. И потом был бурный очень выход из этой Великой депрессии, что было ценно, когда начинался выход из Великой депрессии. Деньги, кэш, и те люди, которые просто вложили туда в какие-то, ну, буквально в любые акции, они озолотились. То же самое ждет и нас. Учитесь. И если вы не знаете, чем заниматься, у вас нет 100 тысяч рублей для того, чтобы заниматься, элементарная вещь, биржа для чайников, пожалуйста, ссылочку вы увидите вон там, вон там. Это самый лучший курс для чайников. Вот, вообще, вот, для вот бум-бум, я посмотрел, вот, как занимаюсь здесь, и как там, в общем, сказать, уровень вполне себе нормальный, то есть это курс в записи, очень хороший, биржа для чайников точно, совершенно пригодится, когда все начнет расти. Ну, это защита от инфляции, какие валюты, как вкладывать, как зарабатывать на бирже и так далее. Вы все это узнаете в курсе биржа для чайников. И еще раз повторяю, смутные времена, что надо делать? Надо вкладываться в образование. Чем больше у вас будет знаний, тем лучше вы будете жить в будущем. Вот такое мое к вам послание и предложение. Ну, а на сегодня все. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я надеюсь, что видео понравилось. И до встречи. С вами был Деменков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok